Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Темой его является светская литература, художественная литература высокого средневековья. В древней Греции и Риме такая литература не только существовала, но и была доминирующей. Вспомним Гомера, Веркилия, Авидия и литературные традиции античности продолжались также в раннем средневековье. Мы уже упоминали когда-то таких поэтов, как Авито-Вьенского и Винансия Фортуната. Однако светская литература в дальнейшем пришла в упадок, практически исчезла. Мы видим лишь тексты, относящиеся к церкви. Это теологические, но также и научные, а географические. Высокое средневековье стало периодом возрождения художественной литературы, в первую очередь поэзии. Именно в этот период мы видим расцвет поэзии трубадуров, мини-зингеров и вагантов, о которых речь пойдет в этом выпуске. Но начнем мы с другого жанра, с жанра, в котором написаны наиболее известные литературные памятники высокого средневековья. С героического эпоса. Хотя правильнее назвать его шансон де жест, то есть песня о деяниях. Здесь, конечно, есть какая-то перекличка с агеографией, то есть с жизнеописаниями святых. Но вообще, то есть само слово «жеста» значит «деяние». Но в данном случае имеется в виду только героическое деяние, которое не относится к деянию святых, конечно же. И «жеста» подается в стихотворной форме. Наиболее известным таким памятником является песня «Орландия», которую мы разберем более детально. Два менее известных произведения – это «Песнь о Гиоме» и «Гормон» и «Изамбар». Это рубеж 11-12 веков. В Испании примерно в то же время, может быть чуть позже, создается такой памятник, как «Песнь о моем сиде». Ну, это вот костильская литература. В Германии, безусловно, может речь идти о «Песне о Нибелунгах», которая создана на рубеже 12-13 веков. И совсем особняком стоит эпическая поэма «Беовульф», созданная в Англии гораздо ранее. Это конец 7-го, начало 8-го века. Но вот, в отличие от других выпусков, сейчас для меня источником являются литературоведческие, а не исторические работы. И вот песня «Орландия» разобрана Исаием Наховым, крупным специалистом по античной литературе. Он возводит возникновение героического эпоса к тому периоду, когда выделились и начали развиваться европейские языки. Я имею в виду средневековый, конечно же, героический эпос. Но вот, в частности, старофранцузский, на котором написана «Песнь о Роланде», в наиболее таком раннем варианте она дошла до нас в Оксфордской рукописи, которая датируется 1170-м годом. Однако, вероятно, само произведение создавалось в устной традиции несколько раньше и в несколько этапов, я бы даже так сказал, которые как бы наслаивались друг на друга. И, вероятно, это было с конца или даже с середины 11-го века по середину 12-го века. Есть мнение, что наиболее раннюю версию песни о Роланде слушали Норманна, отправляясь на покорение Англии в 1066-м году. Как и другие жесты, она содержала поэтическую и песенную традицию, потому что напевалась под аккомпанемент небольшой арфы или виолы. Песнь о Роланде содержит 290 лес, или же тират, строк небольшого объема, а всего в ней порядка 4000 строк. Нахов пишет о ее стихотворной структуре как о довольно архаичной. Каждая строка имеет 10 слогов. Причем последние ударные слоги каждой строки в строфе имеют один и тот же гласный звук. В отличие от привычной для нас поэзии, песня Роландии является ассональным, а не рифмованным стихом. Само произведение имеет явный акцент на действии, а не на мыслях, размышлениях, отношениях. Как ни странно, этим оно ближе нам 21 веку, чем, например, литература 19 века. Песня о Роланде, вообще мир ее, является достаточно таким черно-белым, где есть добро, есть зло, где рыцари благородны, отважны, честны, а предатели, злодеи, подлецы. При этом, конечно, исторически песнь весьма далека от реальных событий, даже в самых важных вещах, ну вот, например, ее главный герой Роланд, прототипом которого был граф бретонской марки Хродланд, погиб не в бою с сарацинами, а попал в засаду к Баскам. Карл Великий воевал в Успании не 7 лет, а лишь год в ту компанию. По словами, весь этот горный край до моря занял, следует понимать, захват весьма небольшой испанской марки в Пиренеях, это вот север Арагона и часть Каталонии. А в строке 4002 есть слова «Вот и жесть и конец Турольд умолкнул», из которых следует, что автора, по-видимому, звали Турольд, а это англо-норманское имя. А в строках 371-372 говорится, «Апулию с Калабрией он занял, смирил он за соленым морем англов», а это явно отсылка к завоеванию Апулии и Калабрии, которое совершили норманны, мы уже об этом говорили, вот герцог Апулии в Калабрии, Робер Гискар, покорение Бари, 1071 год, незадолго до этого Рейнджио в Калабрии. Вильгельмсов воеватель высадился в Англии в 1066 году, то есть очень близкий исторический период, но авторы поэмы, они уже известны, то есть поэмы было написано после этого, как минимум в конце 11 века. С другой стороны, в ней неоднократно упоминается слово «милая Франция», ну вот при том, что сам термин «Франция» в этом смысле, как вот мы сейчас понимаем, вряд ли был в употреблении до начала 12 века, и даже до середины этого столетия, потому что первым монархом, который называет себя королем Франции, а не королем Франков, стал Филипп Август, правившись с 1180 года. Также в песне неоднократно дается боевой клич французов «Монжуа», это, например, строка 1181. Но слово «Монжуа Сен-Дени» впервые стал использовать Людовик VI, правившись с 1108 по 1137 год, то есть начало 12 века, и ранее нам неизвестно употребление клича «Монжуа». Более того, в поэме неоднократно упоминается Жофруа из Анжу, героический знаменосец Карла, хотя в истории графы Анжу появляются в гораздо более поздний период, чем правил Карла Великий. Вот это выпячивание роли Жофруа из Анжу наводит меня на мысль о том, что автор поэмы был близок ко двору графов Анжуйских, которые стали с 1141 года герцогами Нормандии, как раз при Жофруа V. А вот его сын Генрих стал королем Англии под именем Генриха II. Поэтому мне кажется, что логичным будет положить, что Норманд Турольт попал ко двору герцога Жофруа или его сына Генриха, а когда тот стал королем Англии, это последовало за ним через пролив, и поэтому самый ранний текст песни о Роланде мы находим как раз в Оксфордской рукописи. А 1170 год это как раз в правлении Генриха II. И тогда вполне логично, что автор льстит своему патрону, возвеличивая Жофруа из Анжу, соответственно, своего герцога, или, может быть, когда Генрих уже вошел на престол, то отца своего короля, и тогда логически также мы видим, что не выбиваются из контекста и слова «милая Франция», и боевой клич «монжуа», и завоевания норманов в Италии. Наконец, к середине XII века вот эти завоевания, о которых я только что говорил, о поле, лабре, Англия, они уже стали делами прошлого. То есть, если бы об этом писал современник в конце XI века, то вряд ли он бы приписывал их Карлу Великому, потому что и современники, и окружающие его люди, они знали бы о том, что это не Карл Великий сделал, это сделал Роберт Гискар совсем недавно по тем историческим меркам. А уже в середине XII века это было два поколения или три поколения тому назад. То есть, это уже стало историей. Поэтому я рискну предположить, что дошедшая до нас версия песни Орланди написана между 1141 и 1170 годами. Хотя, конечно, на ее основу могут быть фрагменты, сочиненные ранее, которые были заимствованы как бы из устной традиции. Вторым большим направлением художественной литературы Высокого Средневековья стала лирическая поэзия Трубадуров, Менезингеров и Ваганта. Здесь я опять опираюсь на литературоведческие источники, а именно на Бориса Кубешева, Михаила Гаспарова и Льва Гинзбурга. Кубешев сказал, именно в средние века поэзия стала королевой европейской словесности. Время прозы еще не пришло. Он справедливо утверждает, что расцвет лирической поэзии пришелся на XII-XII века, то есть на вершину Высокого Средневековья. Но вот я не согласен с его географической локализацией, этого Провансом. Ведь Прованс, это вы уже знаете, королевство Ай-Лад, южная его часть, а движение Трубадуров скорее началось в Аквитании и Гасконе. И оттуда уже распространилось на Лангедок, то есть на графство Тулусска, и далее на Прованс. Правильнее говорить о локализации на юге нынешней Франции. Тогда как та же песня Орландии, это Сепи Франции. Из прошлых выпусков цикла вы уже знаете о том, насколько сильно отличались эти два региона в XI-XII веках, до Альбикуйских войн, до захвата Капитингами большей части Аквитании, и до получения контроля над Провансом, короли Франции, не имели практически никакого влияния на землю к югу Аквуары. Более того, от третьей жены Роберта II, Констанции Арыской, до первой жены Людовика VII, Алеонора Кританской, мы наблюдаем схожую картину. Яркие, жизнелюбивые женщины юга Франции попадают в мрачную, строгую атмосферу с севера, и считаются там неподобающе фривольными. И это как нельзя лучше иллюстрирует различия литературных традиций героического эпоса «Песни Орланди» и лирической поэзии Трубадура. Пуришев пишет о том, что рыцарь продолжает оставаться воином, но придворный этикет требует, чтобы он обладал светскими, изящными манерами, был приобщен к искусству и почитал прекрасных дам, то есть являл собою образец придворного вежества, именуемого Куртуазией. Поэзия Трубадуров это куртуазная рыцарская поэзия. Пуришев ошибается, на мой взгляд, лишь когда говорит о том, что она пришла на смену тяжеловесному рыцарскому эпосу, героическому эпосу, ведь песня Орланди создается примерно в то же время, когда начинается и расцветает движение Трубадуров, когда правит в Аквитании герцог Трубадур Вильгельм IX. Гаспаров и Гинсбург датируют поэзию Трубадуров с конца XI по конец XIII века, а мы только что говорили о героическом эпосе, что он возникает именно в тот же исторический период. Поэтому, на мой взгляд, эта традиция не приходит на смену героическому эпосу, они существуют параллельно, но одна традиция более северная, это героический эпос, а другая традиция южная, это Трубадуры, это лирическая, крутуазная поэзия. Я только что обосновал, почему такие между ними существуют различия. Значит, смотрите, в отличие от шансон дю жест, от героического эпоса, стихотворения Трубадуров не были сфокусированы на деяниях, на битвах, на подвигах. В их центре совершенно другое, и прежде всего это красота и любовь. Пулешев пишет, характерной тенденцией куртуазной поэзии можно считать заметно возросший интерес к миру и человеку, который способен не только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы, а также искусными изделиями человеческих рук. Хотя аскетическая доктрина продолжала громко заявлять о себе, многочисленные поэты воспевают земную чувственную любовь как великое благо. Поэт не так охотно прислушивается к звону мечей, как к биению пылкого человеческого сердца. На юге Франции вообще и в поэзии Трубадуров в частности возникает культ прекрасной дамы. Женщины в этом регионе исторически пользовались куда большей свободой. К тому же законы солических франков, которые исключали наследование земли по женской линии. Были на юге гораздо слабее, чем на севере. На юге сохранилось большее влияние римского права. И поэтому для юга Франции воспевание женской красоты и культ совершенной, куртуазной любви стал тем, чем для севера Франции был культ верности, долгу, отваги и самопожертвования, которые мы видим в «Песне о Воланде». Есть еще ряд тонкостей, на которые обращают внимание Пуришев. Во-первых, куртуазная любовь это как бы противоположность любви грубой, плотской, земной. Она чуждается дерзости шумного, озорного напора. Она выступает преимущественно как трепетное обожание. Ей сопутствует робость. Во-вторых, как правило, прекрасная дама это замужняя женщина, зачастую жена феодала, сеньора. И от этого далее можно идти в две крайности, которые мы встречаем в этой поэзии. Это либо верное служение своей госпожи без надежды на взаимность, либо нарушение супружеской верности. Ну и, конечно, все, что находится между этими двумя полюсами. Именно из этого, кстати говоря, я думаю, многие северяне считали южан распущенными. В-третьих, это идеалистичность крутуазной поэзии. Совершенной любви достоин не тот, кто знатен и богат, а тот, у кого благородное сердце. Поэзия, кстати говоря, была уделом не только рыцарей. Среди трубадуров мы встречаем выходцев из семьи пекарей, скормков, резчиков, антариусов. Первым трубадуром, согласно Гаспарову и Гинсбургу, был герцог Аквитании Вильгельм IX. которого вы, возможно, помните по выпуску об истории крестовых походов. Он участвовал в крестовом походе 1101 года и счастливо избежав гибели в Малой Азии, он вернулся в Аквитанию и оставил нам шесть озорных стихотворений, четыре культуазных консоны. Это песни, самый высокий жанр в поэзии трубадуров и одну уникальную покаянную песню. Жофре Рюдель сеньор Блайе, что в графстве Ангулем, а это тоже Аквитания, был заочно влюблен в графиню Триполи, отправился во второй крестовый поход, где, судя по всему, имени. Наиболее значительным трубадуром классического периода был Бернард Дю Вентадорн, это вторая половина XII века, он происходил из лимузена, что тоже в Аквитании, был незнатного происхождения, то есть пекаря, то ли воина-наемника, родился как раз в замке Вентадорн, обладал красотой, талантом, прибился ко двору Алиенора Аквитанской, внучки, кстати говоря, Вильгельма IX, Алиенора к тому времени уже второй раз вышла замуж, напомню, это вот второй ее брак с Генрихом II, королем Англии, и именно Бернард придал жанру консоны законченный вид, сделал его высшей формой куртуазной поэзии. Из лимузена происходил также трубадур следующего поколения, Гераут, Део Борнель, его называли магистром трубадуров, Гаспаро Фульгинсбург пишет, что его творчество отнюдь нелегко для понимания, но все же его полагали лучшим из поэтов своего времени и называли магистром трубадуров. За сервенты или же стихотворения, затрагивающие общественно-политические темы, Данте назовет его поэтом справедливости. Из лимузена родом был еще один видный трубадур конца 12 века, Бартран Де Борнель, был знатного происхождения, с баронского рода. В молодом возрасте принял участие в междоусобной борьбе двух принцев, сыновей Генриха Второго. Это старший сын Генрих по прозвищу Молодой Король и второй сын Рича Единое Сердце. И вот они боролись за земли Аквитании, за наследство своей матери. Бартран поддержал Генриха, молодого короля, и когда принц умер в 1183 году, сочинил в его честь стихотворение «Наш век исполнен горя и тоски» в жанре плач. Хотя затем примирился с Фичардом и поддерживал его против короля Франции Филиппа Августа. Бартран также писал сервенты и стал известен как мастер этого жанра. Под конец жизни он разочаровался в мире и стал монахом цистерцалши. Из Тулууза родом Пейре Авидаль, сын любовца Мехами, оставивший после себя 45 песен. Он провел бурную жизнь, начал свою карьеру при дворе графа Раймонда V, затем переехал ко двору короля Арагона Альфонса II, был в Кастилье, в Лионе, участвовал в Третьем Христовом походе. Трубадур из тогдашней нынче это юг Франции. Гильем де Кастенбаль стал одним героем одной легенды. Якобы в него влюбилась одна замужняя дама, ее муж приказал Гильема убить его сердце приготовить, зажарить и подать своей жене. Когда вот-то скушала это блюдо, он открыл ей правду и вот это несчастная влюбленная дама не выдержав такого вот горя покончила с собой бросившись с балкона. Из Тулузы родом также были трубадуры Альмерик де Гильян который писал в первой половине тринадцатого года и его последователь Гильем Фигейра который работал в середине тринадцатого столетия. Одним из знатных трубадуров был граф Клермона Роберт Четвертый. Хотя имя Роберт лишь предположительное он известен как Дуфин Овернский и не следует кстати говоря путать с дофинами Вьенскими которые правили его в Ельне и область эта стала впоследствии известна как Дуфине а вот Роберт Четвертый правил в Оверне значит он обменивался сатирическими стихами например с тем же Ричардом Львиное сердце при дворе Дуфина был целый ряд других трубадуров и наиболее известна полемическая Тенсона Дуфина и Пердигона где разбирается вопрос о том что важнее знатное происхождение или личное благородство из трубадуров середины 13 века можно выделить итальянца Сорделя который родился близ Мантуи побывал в Кастильи Португалии затем осел в Провансе при дворе Карло Анжуйского Данте в божественной комедии включил его в число людей погибших насильственной смертью видимо он сопровождал Карло Анжуйского в итальянские походы вот помните там где он боролся с Гуганштауфанами и закончившаяся его победой и завоеванием Неаполя и Сицилии последним трубадуром считается Гераут Рикьер писавший до 1292 года он был простолюдином из Нарбонны был при дворе короля Кастилья Алифонса X писал об исчезновении старинной доблестью упадки поэзии очень символично что последнее его стихотворение написанное в 1292 году называется пора мне с песнями кончать и содержит слова нам час пришел за ратью рать святую землю покидать а за год до того пала акра и это собственно был конец эпохи поэзия Мини Зингера а само это слово буквально означает певцы любви это лирическая поэзия Германии возникшая в последней третье 12 века как считает Польшев под влиянием трубадуров юга Франции или их северофранцузских последователей Труэров среди параллелей можно выделить типичную для Мини Занга песню рассвета аналог Альбы или страфическую любовную песню аналог консоны тем не менее немецкие поэты менее чувственны и более склонны к рефлексии морализации и перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций это я цитирую Польшев поначалу Мини Занг имел большое влияние героического эпоса вот у поэта Кюренбурга его творчество это 1150 1170 года еще видна Нибелунгова строфа но оно быстро сходит на нет под влиянием лирики трубадуров это видно в творчестве Генриха фон Фельдеке это конец 12 века автор футуазного романа Энаида и ряда лирических песен с Энеем сравнивает себя в любовных песнях и Фридрих фон Хаузен также писавший в конце 12 века виднейшим представителем Мини Зингеров конца двенадцатого является Райнмар фон Хагенау его поэзия весьма мелоколична он пишет о жестокосердии прекрасной дамы о своей безрадостной жизни отсутствие надежды на взаимность но при этом не отрекается ни от любви ни от жизни его коллега по цеху Генрих фон Морунген напротив питал склонность к ярким краскам беспредельной радости и счастью при малейшей благосклонности со стороны прекрасной дамы хотя это тоже певец неразделенной любви в тот же период творили Гартман фон Ауэ Вольф фон Эшенбах и даже император Генрих Шестой вершиной поэзии имени Зингеров считается Вальтер фон дер Фогель Вейде это начало 13 века он начинал как ученик Раймора фон Хагенау много путешествовал был довольно беден ему не были столь свойственны идеалы высокой любви он прославлял наряду с ней и низкую любовь далекую от чопорного аристократического этикета при этом он конечно оставался поэтом куртуазмом ему ненависна пошлость лицемерие своя корысть тем не менее в конце жизни Вальтер фон фондер Фогель Вейде уже наблюдается кризис куртуазной поэзии сам Вальтер тяжело его чувствуя утратил былую жизнерадостность и писал увы промчались годы сгорели все до тла угас мини замкни сразу в 13 веке еще творили Конрад Вюрцбургский Марнер и Тангейзер две песни приписываются королю Конраду Юному и под этим именем вероятнее всего известен несчастный Конрадин юноша последний из Гогенштауфонов казненный в 16 лет наконец третье поэтическое течение высокого средневековья это поэзия вагантов от латинского ваганты с бродячие люди по-английски их называют голиард голиарды Пуришев характеризует их как озорных шкалеров неунывающих клириков поклонников Бахуса и Венеры они писали по латыни и те из вас кто смотрел прошлый выпуск об университетах должно быть догадались что ваганты близки к этим учебным заведениям они перебирались с места на место учились подрабатывали секретарями писцами знали древние языки почитали Овиде и Горация и как точно заметил Пуришев радость и свобода вот к чему устремлена душа вагантов в то время когда вся жизнь средневекового человека была всецело подчинена сословной и корпоративной регламентации этому чопорному миру ваганты противопоставили свое вольное братство в которое доступ был открыт всем добрым и веселым людям всем кто готов был поделиться с последним грошом с нуждающимися кто лишен высокомерия и ханжества в отличие от куртуазных поэтов ваганты не отрывались от грешной земли они гораздо конкретнее откровеннее яркими представителями вагантов были архипед кельнский сравнивавший себя с листом гонимым по полю неутомимым ветром и гугон известный как примас орлеанский представитель следующего поколения вагантов Вальтер Шатильонский это ну скажем так конец 12 века один из самых образованных латинских поэтов того времени написал обширную поэму Александреида посвященную деяниям Александра Македонского в то же время Вальтер и его последователи жестко обличали констолюбие алчность и тщеславие в особенности среди духовенства до нас также дошли несколько сборников поэзии вагантов в которых не обозначены имена конкретных авторов которые написали те или иные стихотворения но из таких сборников во первых можно выделить Кармина Бурана или Бойронские песни это сборник найденный в 13 веке в монастыре Бенедикт Бойроне где собственно содержится стихотворение орден вагантов а также прощание со швабей откуда взяты знаменитые строки во французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в университете также там содержится стихотворение доброе старое время спор между вакхом и пивом колесо фортуны и другие во вторых это кембриджская оксфордская и ватиканская рукописи содержащие стихотворения которые датируются по крайней мере с 11 века в частности в кембриджской рукописи есть стихотворения относящиеся к плутовской или же трикстеровской традиции к слову студенческий гимн гаудеамус идитор что значит будем веселиться является застольной песней ваганта итак в этом выпуске мы сделали обзор светской литературы высокого средневековья а именно героического эпоса или же шансон дю жест крутуазная поэзия трубадуров и мини-зингеров а также вольного братства вагантов а в следующий раз будет давно обещанный рассказ о геральнике так что оставайтесь на этом канале я благодарю вас за внимание и до свидания у у Продолжение следует...